Это программа «Лицом к лицу» и я ее ведущий Евгений Агарков. Здравствуйте! Во время утреннего заседания Верховной Рады представители фракции «Слуга народа» всем составом вышли к трибуне из-за эмоциональных слов народной избранницы от европейской солидарности Софии Федыной в отношении президента Украины Владимира Зеленского. Ранее Федына вместе с волонтеркой Марусей Зверобой организовали видеотрансляцию, в которой резко раскритиковали манеру общения президента Зеленского с ветеранами, которые приехали в поселок Золотое Луганской области. Женщины также высказали предположение, что во время одного из таких визитов в зону ОС Зеленский может, например, попасть под обстрел или стать жертвой покушения на его жизнь. Политическую жизнь обсудим с политологом Олесей Яхно, она гость нашей студии. Приветствую вас, Олеся! Такая вот, знаете, бум такой небольшой в Верховной Раде. Первый, вот на моей памяти, за всю эту каденцию, это первый такой массовый выход к трибуне депутатов, в том числе от слуги народа. То есть других у нас таких не было. По вашему мнению, вот это заявление, поведение даже Федыны, насколько оно морально-этическое, даже с точки зрения как поведения коллеги в Верховной Раде и вообще как по отношению к первому лицу государства? Вот такие заявления и предположения, и высказывания. На самом деле то, что произошло в Верховной Раде, на мой взгляд, закономерно все дело идет к этому. И в любой ситуации я всегда разделяю форму и содержание. Форма может быть худшей, лучшей, можно критиковать форму. Я сейчас в данном случае о том, как можно выражать ту или иную позицию. Но есть содержание. На мой взгляд, содержание гораздо важнее. И здесь все-таки я бы предложила партии или фракции «Слуги народа» подумать о первопричинах того, почему возникла такая ситуация. На мой взгляд, то, что все-таки есть вот эта двойственность или непонятность до конца восприятия позиции власти по конкретно, например, теме Донбасса, это порождает, это есть первопричиной, и это порождает напряженное такое, ну, определенное состояние в обществе. Мы видели митинги, мы видели другие проявления, мы видели там тоже общение президента с волонтерами и там добровольцами. И все-таки здесь вот, мне кажется, надо думать над этим, потому что даже если бы не было этого прецедента, скажем, который сегодня обсуждался в Верховной Раде, а там обсуждалось два, там обсуждалось как слова Софии Федыны, так и выступления или там заявления депутата «Слуги народа» Шевченко, который там рассказал много чего на российском телеканале, и это тоже обсуждалось. И в этом смысле, если бы не было даже этих выступлений, могли быть другие проявления. И я думаю, что здесь все-таки надо власти очень четко прокоммуницировать сообщество, в чем заключается позиция власти в отношении Донбасса, в частности, накануне возможной нормандской встречи. Накануне, ну, мы знаем, там анонсирован уже на, если я не ошибаюсь, на 21 ноября большой митинг. И здесь важно все-таки сформулировать четко свою позицию, чтобы снять в будущем какие-либо проявления, ну, вот этого неприятия. Я считаю, что это первопричина. Зеленский недостаточно коммуницирует, вы считаете? Ну, просто вот в последнее время, это как по наблюдениям многих журналистов, что президент стал более открытый, особенно вот там, если учесть вот эту большую пресс-конференцию на рынке еды, так называемой, да, в Киеве и тому подобное. То есть и более выходы вот эти в свет, двое суток или сколько там, сутки на Донбассе он провел. Как считаете, не идет ли дело вот к изменениям отношения коммуникации? Понимаете, если в ситуации войны, да, мы сейчас говорим все-таки, эта тема была Донбасса, применительно слова Софии Федыны и там тот же Шевченко на российском телевидении говорил все-таки о Донбассе. Здесь важна позиция двух сторон. И если Украина со своей стороны, ну, возможно, действительно стремясь там к компромиссу и думая, что можно достичь компромисса, говорит о мире, о том, что надо разводить войска и так далее и тому подобное. А вторая сторона предпринимает прямо обратные усилия. Если выходят, например, в Луганске люди, а я думаю, что это мотивировано и поддержано Российской Федерацией, выходят и становятся в строй, что мы хотим в Россию. Ну, это как один из вариантов и примеров. Когда продолжаются обстрелы, ну, это как-то выглядит как диссонанс. И в этом смысле, ну, понятно, что значительная часть или какая-то часть общества реально чувствует эти риски и это, ну, как бы абсолютное расхождение двух позиций. И когда мы, когда Украина говорит, что мы готовы идти на компромиссы, а другая сторона, Россия, как после того, как Леонид Кучма после уже подписания формулы Штайнмайера поднял вопросы по безопасности, и российская делегация вообще перестала это обсуждать и сказала, что Украина постоянно меняет свою позицию, ну, просто это выглядит очень странно. И в этом смысле, на мой взгляд, конечно, недостаточно информации. И дело, я же говорю, дело не в там народных депутатах, которые в Верховной Раде, да, там обозначили свои позиции или стали обсуждать. А это могут быть другие проявления, могут вообще вне парламента выйти люди, и они будут отчасти правы, потому что они хотят понимать до конца, в чем состоит позиция Украины и как будет действовать Украина, если Россия не готова идти ни на какие уступки. А я считаю, что Россия, ну, не показывает, что она готова идти на какие-то уступки, и как тогда мы будем действовать. И тут, на мой взгляд, действительно, или нет этого плана, там, А, Б, я не знаю, ну, или он просто не рассказывает об этом плане. И в этом, на мой взгляд, проблема. Олеся, вот по поводу вообще риторик России, да, этой ситуации, которая происходит в поселке Золотое и Петровское, очень интересный момент такой, что Россия сейчас активно обвиняет Украину в том, что Украина не способна обеспечить отведение войск и сил, и даже ссылается на то, что вот Азов виноват якобы в этом, в том числе, ну, как бы, но мы сейчас не говорим об Азове, как об отдельном подразделении национальной гвардии, да, как именно в военном, мы говорим о так называемых националистах. Вот зачем, насколько выгодна эта ситуация сейчас, в данном случае, России? И, может, не считаете ли вы, что вот тем диссонансом, о котором вы сказали, да, что так называемые ЛДНР, они там говорят, мы хотим в Россию, Россия говорит, что готова к диалогу, может, они пытаются, вот Путин пытается доказать вот ту риторику, что якобы он действительно не контролирует так называемые ЛДНР? Ну, Россия не говорит, что она готова к диалогу, но на самом деле звучат заявления, когда продолжаются обстрелы на фоне разведения войск, и Россия комментирует это официальные комментарии, говорят, что, ну так, а при чем тут мы? Мы имеем очень слабое влияние, да, на эти территории, но при этом продолжают идти гум-конвои через украинскую границу, и в этом смысле это странная позиция, потому что, если бы действительно, например, были предпосылки считать, что Россия хочет завершения войны, пускай ценой компромисса даже за счет Украины, ну, например, Россия хочет снять с себя ответственность за разрушение, за там, убийство, Россия хочет снять с себя санкции, но при этом она все-таки хочет завершение войны. Это одна история. А если Россия не хочет завершения войны, она хочет втянуть Украину в этот переговорный процесс, добиться каких-то уступок, а потом опять же все свалить на Украину, но при этом не завершить этот военный конфликт, а, возможно, перевести его просто в другую сферу, создав новые проблемы, то это не выглядит вообще как компромисс, даже болезненный, даже там в одностороннем порядке. Это выглядит как просто попытка либо втянуть, а потом еще создать еще большие проблемы Украине, ну, как-то так. То есть это не похоже на то, что кто-то готов действительно там реально, да, предпринимать какие-то шаги, чтобы завершилась война. И в этом есть, ну, на мой взгляд, самая большая проблема в том, что почему-то, я не знаю, откуда взялась такая уверенность в украинской власти, что можно, делая какие-то шаги навстречу, я не говорю, что их не надо делать, но если вы понимаете, что это имеет какой-то фидбэк, а если нет никакой уверенности, а на мой взгляд, ее нет, что Россия будет идти на какие-то уступки, то в этом смысле, ну, непонятно, и многие задают вопрос, что в чем смысл тогда нормандской встречи, если может так оказаться, что там будут трое против Украины. Я имею в виду, будет позиция Германии, Франции, России, Германии, не-не-не, даже если будет четверка, но позиция Германии, Франции и России будет одна, и все будут давить на Украину. И в этом смысле, ну, непонятно, что мы получаем от этой нормандской встречи, и поэтому хочется, ну, как бы, как мне кажется, какой-то части общества, особенно той, которая активно, не готова идти на уступки России, все-таки хочется услышать эту позицию более четко. Касаемо вот этой ситуации, о том, что, как мы сказали, да, что может Зеленский оказаться один против троих, ну, против их позиций, может ли оказаться так, что, например, все-таки встреча будет тет-а-тет, да, там, а Меркель и Макрон, это будет как формализация просто отношений, и Зеленский с Путиным просто будут вдвоем вести диалог. И как ему противостоять данной ситуации, если все-таки окажется, что он в меньшинстве? Я думаю, что если Зеленский будет вести вдвоем, то это точно будет не в пользу Украины, хотя бы в силу того, что Владимир Путин находится уже во власти столько лет, позиция России, она предельно понятна, она публично звучит, что Россия не готова идти ни на какие уступки, и в этом смысле, конечно, ну, мне кажется, это будет заведомо проигрышная ситуация, если окажутся вдвоем. Но даже если будет и формат четверки, мы прекрасно знаем, какая позиция Франции, Макрон ее неоднократно озвучивал, и мы знаем, что Ангела Меркель, к сожалению, как к сожалению, потому что это действительно лидер, который, сильный лидер европейский, который прекрасно знал все... Которого многие считают авторитетом, действительно, и примером. Да, все нюансы и тонкости ситуации в Украине и в России, она, к сожалению, в процессе ухода на политическую пенсию, и в этом смысле ее позиция, ну, гораздо менее активна, чем, скажем, год, два или три назад. И если, знаете, там, если еще несколько лет назад было всего пять нормандских встреч, последняя была в 2016, первая была в 2014, еще до Минска, позиция, во всяком случае, две последние встречи, там позиция была другая, что трое против одного, но это Германия, Франция и Украина против России, то сейчас все меняется. Но даже меняется, понимаете, звучит часто такая фраза, там, позволить Путину сохранить лицо. Но как-то так вот произошла эта трансформация, что поработать над мимикой геополитической, если раньше предлагали России, ну, то есть требовали чего-то от России, там, чтобы она сделала пятое, десятое, то сейчас почему-то все требования сводятся к Украине. Ну, вот по заявлениям, опять же, многих там представителей Офиса Президента, в том числе то, что офф-рекордс происходит, Украина сейчас максимально пытается, ну, показать свое желание вот этого, ну, проекта, так называемого, по реализации мира на Донбассе. У меня интересует вас сейчас другой немножко вопрос, вот как эта ситуация с неотведением войск, она влияет на рейтинг Зеленского, в том числе с подачей России? Ну, я считаю, что как раз влияет больше, рейтинг падает от другой части общества, не той, которая ждет отведения войск. А та, которая этого не воспринимает, и та, которая выходит на митинги, потому что это активная часть общества. И, на мой взгляд, рано или поздно украинская власть придет к пониманию того, потому что я считаю, что невозможно быстро разрешить ситуацию на Донбассе. Я считаю, что рано или поздно к этому придет, к пониманию украинская власть, что невозможно такие. Ну, просто если у вас есть человек, который, напротив, не хочет завершения войны, то даже какие бы вы мирные не демонстрировали намерения, вы не можете в одностороннем порядке завершить войну. Поэтому я считаю, что украинская власть придет к этому пониманию, и все-таки будет какой-то план Б, либо это замороженный конфликт, либо, я не знаю, какой-то другой вариант. Это очень дискутивный вопрос, на самом деле. Но почему падает? Вот мы же видели, там рейтинги были 73, по последним замерам 66. Но я считаю, что как раз эти рейтинги снижаются не от той части, которая ждет быстрого мира, которая, возможно, смотрит там, или подвержена российской пропаганде, а как раз от той части общества, которая понимает риски, что такое быстрый мир. И тут надо как-то акценты, мне кажется, более четко расставлять. Рейтинг может падать из-за тех скандалов, которые в последнее время вот просто, как, знаете, пытаются вот расколоть партию «Слуга народа», потому что постоянно идут какие-то то вбросы, то скандалы, то провокации. Давайте вспомним ситуацию с финансовым комитетом, взятки с полиграфами. Те же там ситуации, я не знаю, с депутатами, например, тот же Медянек, его переписка, депутат Шевченко со своим выступлением на российском телевидении. И вот то, что накануне вот эти все вопросы, они поднимались на вечернем заседании фракции «Слуга народа», это бьет по рейтингу? Ну, честно говоря, падение рейтинга закономерно. Собственно, это происходило с любым президентом. Если мы посмотрим на рейтинги всех президентов Украины, там примерно через полгода-год нахождения во власти, рейтинг начинает снижаться. И для Украины это нормально, потому что мы не Россия, где есть поклонение перед лидером, вождем, всех времен и народов, у нас этого нет. У нас как бы критично все-таки относятся к власти, и в этом смысле это закономерно. Но в случае с Владимиром Зеленским, мне кажется, не столько даже отдельные скандалы, которые вы перечислили, сколько очень высокий запрос, изначально, мне кажется, ложный запрос, сформированный во время избирательной кампании. Все-таки очень большое количество голосов получил на выборах Владимир Зеленский, при этом понимая, что невозможно быстро воплотить те обещания, которые, наверное, люди воспринимали во время выборов, как таковые, что можно быстро реализовать. Причем это не только касается внешней, но и внутренней ситуации. Нельзя преодолеть бедность, например, за месяц, за два, за три, за четыре. Поэтому здесь я считаю, что перед Владимиром Зеленским есть определенный вызов. Он должен будет, ну, его команды в целом, там, партии «Слуги народа» более четко сформулировать свою позицию, условно говоря, она там левая, правая, потеряв какую-то часть действительно избирателей, но при этом, да, как-то все-таки конкретизировав план, условно говоря, своих действий, как президента, так и политической силы. При этом, возможно, потеряв действительно часть избирателей, потому что невозможно изначально, ну, как бы, да, удерживать прямо рейтинг людей, которые имеют прямо противоположные позиции. Спасибо вам большое, Олеся. Спасибо. Гостем программы «Лицом к лицу» был политолог Олеся Яхно, я Евгений Агарков. Увидимся на ЮЭТВ.